В Москве, Минске и других городах прошли празднование Дня Единения Народов России и Беларуси. 2 апреля 1996 года был подписан договор о создании сообщества Беларуси и России, а ровно через год заключен договор о союзе Беларуси и России. Этот праздник зиждется на нашем общем желании, желании наших народов жить в мире и согласии. А желание это, в свою очередь, тесно связано с нашей исторической, культурной, духовной общностью. Единая граница, уникальный таможенный союз, единое экономическое пространство. За 16 лет сделано многое, но главное, по мнению госсекретаря союзного государства, жители России и Беларуси в гостях друг у друга не чувствуют себя чужими. Ну, отсутствуют такие понятия, как пограничный контроль. Отсутствует миграционная карта для жителей Беларуси и России. Отсутствует понятие иностранец при приеме на работу, при приеме в высшеучебные заведения. Основным достижением союзного строительства являются социальные гарантии для граждан наших государств. Беларусы и россияне имеют равные возможности в получении образования и медицинской помощи, в трудоустройстве и выборе места жительства. Развивается и культурное сотрудничество России и Беларуси. Работает канал союзного государства, а первый кинопроект «Брестская крепость» стал лауреатом премии «Киноньюз-2011» в номинации «Лучший российский фильм». Уже ни для кого не секрет, мы готовим новый кинопроект. Если все будет хорошо, опять-таки, удастся его осуществить. Я думаю, что понятие союзного государства и проектов союзного государства будет более зримым. У союзного государства еще много нерешенных задач. Это развитие экономических взаимоотношений, унификация законодательной базы. Но такой уникальный проект, как союзное государство, будет развиваться и дальше. Многие его наработки будут использоваться в создании Евразийского экономического союза, который планируется создать в ближайшее время.